Как сказано в фильме, брат, вышел, вижу дома красивые, а полицейский сказал, где вы, вы видели здесь красивые дома, а здесь видели, ну вот это, ну, в общем, Вавилон, Вавилон, я же говорю, то есть мало того, что в принципе это реально красиво, да, глаз отдыхает, но это еще и, блин, циклопическое все. То есть этот дом, он, да, красивый, и я вот опять же говорю, что если увидеть вот эту глыбу на каком-нибудь зеленом холме среди природы, среди деревцов, среди всего там, да, то вот это будет смотреться как, в общем, вполне себе инопланетно. У нас неизбежная участь, судя по всему, подняться вот на этот мост, да, 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 кто еще не понял, это голод Москва, колокола звонят. Вы это не слышите, вы после этого не слышите, это слышит каждый москвич, друзья мои. Ну что, тут, по-моему, какой-то вокзал, мне кажется, почему я могу ошибаться, конечно. Слушайте, знаете, короче, у меня знакомый катабасист сказал такую штуку про киоск с журналами. Значит, что, типа, нашли древний свиток, а там, в общем, один мужик, ну, другого. Такая картина. Ну, понимаете, да? Один мужик, другого, короче, учит жить. И, значит, катабасист говорит, вот, короче, к этому картине можно присобачить любое название с журнала, любое. Любое название с обложки журнала. И будет, и будет хорошо. Но слухал я, слухал, что якобы бомжевание – это выбор человека, что якобы в Японии есть люди, которые принципиально не желают селиться в дома. Но что-то мне подсказывает, что иногда люди оказываются на улице. Что-то мне очень сильно подсказывает. Вот та самая церковь, которая зажата небоскребами. Правда, вы видите тут небоскребы, а мне что-то показалось, что небоскребы. Вот так, это, наверное, метро. Метро Белорусское. А, это метро Белорусское. И, кстати говоря, к слову сказать, недавно Иван Ургант праздновал фильм «Белорусский вокзал». Да, если это Белорусский вокзал, то тогда я поздравляю вас с этим. Вы увидели достопримечательность. Ну да, да. Я знаю, что это печальное место. Я знаю, что это хороший печальный фильм. Кстати, удивительный пример того, что что-то печальное, состоящее из разговоров о посещении кладбищ, пользуется большим успехом. Так что, если мой канал будет состоять из разговоров о посещении кладбищ, это еще не значит, что он безнадежный. Впереди улица Тверская. Или, если по-морийски, Тверская Урем. Так что, идем, ребятушки. Где-то должен быть переход. А, я его вижу. А, он заморгал. Ну ладно. Будем стоять до скончания века. Как сказал Алекс Брежнев, светофор так и не загорелся. Здесь таким образом в Лас-Вегасе издеваются над пешеходами.